Привет всем, это Алекс Уразов и Радио Тольсков, наш второй выпуск, второй подкаст. Сегодня будем общаться с легендой хип-движения, филологом, музыкантом и поэтессой Анной Герасимовой, и нас известная как Унка. Несколько раз она приезжала на путь, и сегодня мы встретимся с ней онлайн и поговорим о музыке и истории. Унка, привет. Здарова. Очень-очень-очень рад тебя видеть. Да вот взаимно, хотелось бы уже как-то в живую повидеться. Ну да, я надеюсь, что когда ты приедешь, я сразу прям к тебе заеду в Вильнюс, у нас появилась машинка, так что... Я в своей квартире не была год, понимаешь? Я год дочку не видел, но на Бали повисло. Ну хоть на Бали. Ну да. Ой, ну слушай, мы хотим поговорить про музыку. Передача, в общем-то, для маленьких городов, для русских сообществ, которые везде, знаешь, рассеялись вот так вот точечно по всей Прибалтике и по Европе, собственно. Вдруг кому что интересного, полезного мы сможем передать. Ну давай попробуем. Так что я сразу хочу сказать, вот началась музыка в твоей жизни как? Ну как всегда, родители пели и началась. Потом магнитофон, комета, проигрыватель, патефон там какой-то был, по-моему, у нас. Меня в пять лет посадили за пианино. Я некоторое время мучилась, потом я поняла, что уже лет в 12 я возмолилась, чтобы меня на гитару уже пересадили. То есть с пятого класса музыкалки пересадили дальше, да? Не, я... Да ну нет, я вообще в музыкалке не училась. Я была в хоровой студии, а пианино было сопутствующим уроком. То есть положено было... Ну как вот всем, кто изучает биологию, положено ходить в анатомичку. Точно так же всем, кто занимается музыкой, положено играть на клавишах. И это мучительно для людей, которые для этого не приспособлены. Я умею забивать гвозди, варить суп, понимаешь, котлеты делать там, класть паркет, вот, копать. Но у меня вот руки не приспособлены. Но в 12 лет ты еще паркет, наверное, не клала, я так полагаю. Да, но гвозди забивать уже умела, понимаешь? И какой-то момент ты села на гитару. И вот когда гитара стала, когда гитара стала, может быть, каким-то альбомом? Мне купили гитару, мне было 12 или 13 лет, я тогда очень слушала Высоцкого, вот это вот все. И первое, что я стала играть, это, конечно, вот Высоцкий, Акуджава, вот это вот все. Прямо то, что я с детства слышала, то я и стала играть. На тусовках? А потом уже рок-н-ролл начался там где-то в 17, ну, может, чуть-чуть раньше. Тогда же я услышала, конечно, Битлз, и все, там, лет 12-13. Но чтобы вот рок-н-ролл окончательно заменил вот эти три аккорда русской, так сказать, такой гитарной песни, это вот лет в 17-18 произошло. Слушай, круто. А где ты играла? Вот Риша Куджаву, ты для своих, там, для семьи, как положено? Ну да, для семьи, для гостей. В школу ходила с гитарой, все время что-нибудь играла. Я поняла, что это очень круто, когда ты приходишь с гитарой, вокруг все собираются, и ты поешь. Да, в Висагине это до сих пор еще очень модно. На озере можно по субботам, знаешь, летом услышать все эти точечки. В основном, конечно, летов превобладает как-то с соем. Ну, понятно. А что ты первое написала? Ну, песни, которые я сочиняла, когда еще вот где-то на рубеже школы и института, наверное, даже еще в старших классах школы, их лучше не вспоминать. Ну вот. А потом уже такие человеческие песни, которые я стала сочинять, это уже 24-25 лет. Я тебя... 24, наверное, значит, 86-й год, 85-86 год. Я с тобой познакомился на кассетном сборнике, где была песня «Ненавижу девочек». Это уже позднее, это уже 97-й там какой-то, а то 85-86, это еще доисторические времена. Когда вот я поняла, что как в школе, садишься с гитарой, сразу все сбегаются. Вот, потом я узнала слово «харизма», иногда глубоко потом. А тогда они сначала, ну, сбегались на чужие песни, и тут вдруг я поняла, что они могут сбежаться на мои собственные песни. Это было совершенно поразительно. Это какие были годы? Вот 85-86 год. То есть в это время, в принципе... Я еще помню момент. Знаешь, было такое место, Гауя называлось, это вот на станции Лиласты, на Гауя, речка такая была, озеро Лиласты в Латвии. Там была такая типовая, то есть у меня собиралась большая, летом в палатках жили и так далее. Я вот туда приехала, в 18-м году у меня уже была полная голова этих песен, и я меня просто распирала, я должна была их всем сообщить. Я помню, меня уже в Москве знали, так более-менее с этим песням. Я приехала, прямо вот я помню, я прихожу туда пешком, уже никаких же не было этих навигаторов, просто как-то вот поворачиваешь туда-сюда, какие-то тряпочки на деревьях. И я пришла, вот села, где стояла, говорю, дай тебе гитару. И я помню, чувак московский, которым я знал, молодой, он с этой гитарой несет ее, руку под гриф и под дек, вот так, как припрыжку несет с этой гитарой, дает мне, я прямо вот так вот села, я с трассой бегом, значит, трассой и пешком по лесу, и прямо туда пришла, и уже давай гитару. И сразу стал петь. И отдуплилась только часа через полтора, когда уже смотрю, что все вокруг меня собрались и смотрят. Это же не сцена была, это было где-то точечно, просто ты начала action, да, и он начался. Какая сцена, ты чего? То есть это была чисто тусовка в лесу. Это просто люди в палатках в лесу сидят. Слушай, здорово. А в Москве, ты говоришь, тебя знали, это тоже были квартирники? Нет, никакие не квартиры, это просто ты приходишь на бульвар, говоришь, дайте гитару, сидишь, орешь там. С шапкой в лесу. Нет, ну если пойдешь в гости, там играешь в гости. Но это вообще никакой коммерции и вообще даже никаких мыслей даже не было о том, что можно этим зарабатывать. И когда вы сберёте с ним сочиняете первую? Я не одна такая была. Была целая, так сказать, компания, когорты таких, можно сказать, людей, которые вот сочиняли эти песни. Прости, я тебя перебила. Нет, всё в порядке. Я просто интересно, вот если, например, первая твоя кассета или что у вас вышло? Это кассета, да? Это было в 97-м году. С броневичком? Ну, в 86-м мы начали, мы записали просто, ну, самоделку такую. Мы записали 4 самодельных кассеты за 86-87 год. Всё время с разными какими-то людьми, просто с вечеринами, знакомыми. С микрофончиком, типа на кассете? С чем-то знакомишься, а ты играешь на гитаре, пошли запишемся. И так садишься, всё это включаешь и просто туда ариваешь. А потом эту кассету дал кому-нибудь, она ушла, пошла, пошла. Это сейчас, это бешено, вообще невозможно себе представить вот такое. Оно действительно работало. Я совершенно не могла даже подумать, что это так стрельнет потом. То есть даже в мыслях не было. Потому что я вообще не музыкант, я по профессии филолог, как известно, переводчик. У меня совершенно другие, другая подготовка, другая совсем. Ну, слушай, с другой подготовкой, тем не менее, ты наверняка очень много с кем познакомилась тогда на улице, то есть на тусовках, на бульварах. Кто-то из них ещё, кого ты знаешь, кто там выстрелил куда-то в музыке, например? Ну, по-разному. Были люди, которые могли бы выстрелить, но не выстрелили по разным причинам, в том числе, как сказать, таким психохимическим. Были очень талантливые люди, от которых ни слуха, ни духу. Были люди, которые уехали и там как-то перестали петь. Ну, я не знаю, вон Маугли, например. Изумительные совершенно рок-н-роллы, лучшие, на мой взгляд, рок-н-роллы на русском языке. Он очень мало написал песен, он сейчас живет в Берлине, но он не пишет и не играет. Влад Бурштейн, он же Маугли. Конька вообще умер от цирроза печени. И Патти где-то находится в Копенгагене. Тоже, по-моему, не играет, не поет. Мы с ним виделись лет 20 назад в Москве. Ну, разные, всякие люди. Вот вопрос про эти, знаешь, про... То есть, например, сейчас очень модно играют ковры. У нас вот на озере, когда идешь, гитары, постоянно все играют, вот кого-то перепевают. Ковры. У меня к ним такая, знаешь, не то, что неприязнь. Я всегда говорю, ну, давай с чем-то свое. Так у меня нет своего. Знаешь, лучше пусть они играют хорошо ковер, чем плохо свое. Серьезно? А то, конечно, они иногда такое сочинят, что лучше бы они вообще даже... Уж лучше пусть играют ковер. Я не знаю, я до 25 лет своих песен не пела. Ну, правильно. Если бы я спела, если бы не дабы записала, мне бы стыдно было. Серьезно? То есть ты думаешь, что там такое было, типа, детское, лепетное, неискриненное? Ну, ерунда была собачья. Надо было как-то... То есть когда ты уже чувствуешь, что ты не можешь ни писать, ни петь, вот тогда уже надо, а до этого даже лучше не пытаться. Слушай, это очень крутой совет, это очень интересно. Я все время делал наоборот, и всем говорил, играйте свое самое, что получается, хорошо. Не надо. Это только для детей годится. Вот пока ты маленький, то да, маленького нельзя тормозить. Маленький пусть. Вы плески в этом, а вот с чего получится. Потому что если маленького заснуть, он потом большой не вылезет. К сожалению, да, к сожалению, педагогики тоже сталкиваются с этим. Нет, ну правда, нет. А потом уже, когда большой, уже должен качественный контроль проявить. Собственным. Для этого надо очень много слушать чужого, играть чужого. И мерить себя по крупным величинам, а не по ребятам с нашего двора. Ну вот то, что ты играла на точке, да, скажем, ну такие приятные классические твои композиции. Может не помню, что ты играла, но было здорово. Я все играла. За что ты их равняла? То есть, если ты видишь, Битлз это было одно из первых, что появилось, на русских ты равнялась, или ты всегда смотрела за плитами? А тогда, когда я равнялась, русских почти не было. Ну, потом, конечно, потом вот, когда я начала уже, там мне было 24-25 лет, там же, конечно, гремели всякие аквариумы. Была с ними на одной сцене с легендами, так называемыми, русского рока? Нет. Нет? Не доводилось или не было интересно? Какие сцены мы под забором были? Они были гаранда. Я уже потом вот с людьми более-менее, так сказать, демократично настроенными, я уже подружилась там с Чернецким, с Черным Лукичевым. С Орефьевой? С Орефьевой. Ну, это был такой, да, эпизод в нашей жизни, но потом как-то оказалось, что мы совершенно посторонние люди. Ого. Ну да, что? Ну, она сама по себе, я сама по себе, никто не ссорился. Просто всегда было интересно, каковы вот эти звезды, знаешь, рок-н-ролльщики за пределами сцены. Мне один раз Гребичуков показал... Ну, я не знаю, кто из нас больше звезд. Вот, вот, это очень хороший вопрос. Ну, она меня, вот, когда мы познакомились, она действительно была на сцене, она уже, так сказать, начинала греметь, она прямо меня вытащила. То есть, это было перед тем, то есть, это было в тот момент, когда я не играла, у меня был такой период, когда я вообще ничего не играла, не пела. Ну, кроме Чужого, вот с 87 по 94 год, вообще не вылезала. И она жила с моим другом, так я с ним познакомилась, с ней познакомилась. Вот, и он говорит, вот, типа, Умка, она крутая. Ничего не изменилось. И Оля услышала мои песни, говорит, боже мой, а почему ты не поешь, это же нехорошо, надо же себя... Как-то вот тебе Бог дал там голос, песни. И я начала вылазить потихонечку, так что в этом я ей очень благодарна. Круто. А как броневичок-то собрала вот свою группу, это также ребята с улицы, кто просто мог, или это был какой-то там отчетливый выбор? По поводу качества музыки, так интересно было, что вот сейчас тоже с ребятами спорят на точке. У меня, они играют серф-рок и панкуху такую, знаешь, самодельную. Очень любят инструменты, экспериментируют. Как раз сейчас, всем уж понравится, они пишут на кассеты. Они попросили у меня стопку кассет, старый провод, знаешь, такой, с джека на паучок такой, знаешь, старый. И сейчас где-то у себя там дома, пока карантин, значит, играют панкуху на кассеты. Я очень хочу послушать, что выйдет из этого. Кассета лучше звук дает, чем если писать на какую-нибудь херовую звуковую карту в компьютер, потому что кассета, это все равно аналог. Сейчас же все это вот пленочное движение, оно очень развивается. Мы подняли там какие-то страны, магнитофоны, пленки и звук оседленный просто. Слушай, ты их очень порадует, ты их очень порадует. Ребята из Висагина со скейтера, которые сейчас нас слушают, Умка говорит, продолжайте бомбить на кассеты, я вам буду давать сколько угодно. А лучше на бобины, ребята, найдите бобинник. Есть, у меня есть бобины и есть бобинник. Пусть на бобинник пишут, потому что кассеты такая хлипкая штука. Слушай, ну если мы сейчас еще попробуем на точке на бобины писать. Хорошо, ребят, я вам вот прямо сейчас всем торжественно обещаю перед лицом Умки, что вернется с карантина, вернетесь, будем писать на точке на бобины. Правильно. Вот, так я недосказала. И я пришла туда, как Бородевичок образовался, я пришла туда, к Авриге, на это празднование этого майка, и это была бы первая запись, первая видеозапись меня, но я почему-то жутко не хотела вообще возвращаться во что-то дело. И я стала играть, смотрю, к Авриге стоит с видеокамерой. Я говорю, убери камеру, знаешь. И все, этой записи нет. Я была бы первая. Ну и на, значит, на лестнице там подошел Вовка Кожихин сказал, я хочу с тобой играть на гармошке. Я говорю, да, прекрасно, я всю жизнь мечтала, чтобы со мной кто-нибудь хорошо поиграл на гармошке. Мы стали как-то собираться, играть, дружить. К тому моменту распался мой такой не очень удачный брак, я номер два, в общем-то, из-за которого я не особо вылазила эти годы, потому что мой муж очень сильно переживал, как меня все любят, хотят, чтобы я... Ну, может быть, этот частично спасал мне жизнь, потому что, в общем, рок-н-ролл, особенно в молодые годы, он сопряжен с некоторыми превышениями. Это сейчас я уже понимаю, что надо себя беречь там и прочее. Когда ты поняла? Я поняла с самого начала, но просто жизнь так складывалась, что делом чести, доблести и геройства было себя не беречь. Так я себя сейчас не особо берегу, но не в химическом отношении, а... Он в химическом, когда ты нажал на тормоза? А? Когда ты в химическом нажала на тормоза? Я в химическом... Я вообще не большой наркоман-пьяница, потому что я аллергик. И если я чего-то сильно превышу, у меня организм сразу рассказывает. Повезло. Да, именно, повезло. Я поэтому не могу курить, я сразу кашет начинаю. Я не могу бухать, потому что у меня сразу начинает болеть голова. И разные всякие вот другие. Поэтому вот пока мы, так сказать, занимались вот этими гастролями, вот с броневичком, с броневиком, да, приходилось превышать, потому что ты едешь, да, у тебя там, допустим, 20 концертов. Я вот забиваю 20 концертов. Там 20 дней 20 концертов. Буквально ночь спишь, день играешь, ночь спишь, день играешь. Вот. И потом назад по той же дороге через другие города вот так вот едешь. И это было по-своему невероятно увлекательно и здорово. Но мне приходится все-таки каждый вечер как-то себя подхлестывать. Ну, так вот, да. Слушай, расскажи, вот интересно про филологию, потому что, ну, вообще в маленьких городах, и у нас в частности, да, родители такие, типа, музыка не судьба, с музыкой по жизни нельзя, там, типа, художники бедные, музыканты несчастные, алкоголики, ну и так далее. Ну, в общем, они правы в определенной судьбе. Конечно, естественно. Но ты при этом комбинируешь... Ваня, как ты живешь? Ты что, живешь только музыка? Ну, как бы, да. А переводы... Но при этом ты допускаешь эти книги, правильно? Переводы ты делаешь. А это не особо денег-то приносит. То есть музыка все-таки больше... А? Музыка все-таки больше приносит, чем вот все эти печатные продукции. Да, дело в том, что если бы не было концертов и вечеров, на которых я продавала бы свои книжки, я бы вообще ничего не продала. Понимаешь? То есть это все вот идет так в комплексе. Вот я... И я смотрю сейчас, народ так по этой схеме следит, как я делаю, и за мной, так сказать... Дорожка проторена. Да-да-да. И правильно, потому что это единственное, как ты можешь прожить. То есть ты что-то делаешь. Ну, диски сейчас не актуальны. Диски нет, значит, книжки. Все что угодно. Картинки рисуй, да. Вот ты играешь в концерт, делаешь свободный вход, и на этом концерте продаешь то, что ты наваял. Вот можно сам издатом книжки ваять, продавать стишки там, что-нибудь еще. Вот сейчас будут дневники там свои сдавать, еще там разные все. Я, понимаешь, я дико застряла сейчас с комментариями к автобиографии Венслова. Я перевела огромную автобиографию Венслова. И сейчас я сама решила, значит, сама себя в кабалу такую. Но я уже заканчиваю, это ничего. Но когда я только начала, когда начала ничего, потом, когда я в середине встряла, я поняла, что я себя просто по шейку зарыла в историю 20 века. Но я должна написать эти комментарии. Я представляю себе человека, который читает эту книжку. Он не может все время в интернет лазить. Он читает, ну и смотрит попутно, кто такой, я не знаю, кто такой там, допустим, Антон Шишковичевский, или кто такой Яна Шкадр, или кто такой там, наоборот, Наталья Горбаневская. И что происходило в 68-м году в Чехословакии. Но все-таки 2-3 слова об этом надо написать. Ну да. Ну то есть, однако, вот если ты пишешь сейчас это, ты писала, переводила литовские дела, читал нам стихи, новые песни уже не появляются. Новые песни давно не появляются. С начала украинской войны. Это душевное состояние, да? То есть сломалась какая-то... Ну все, а у меня там какая-то дыра заросла. Заросла или открыла? Заросла, заросла дыра, через которую песни выходили или, наоборот, выходили. Стишки зато есть, масса новых стишков. Но это другая вещь. Стишки через другую дырку. У нас очень тоненькая книжка стиши была на точке. Я хочу побольше к стишкам. Стишки, ну она тоненькая, но там очень много стишков. Если ты их распонахаешь, как приличный, знаешь, у меня есть такой друг, издатель, он мне говорит, Аня, Анюта, давай сделаем тебе нормальную книгу. Я говорю, что такое нормальную книгу? Ну это вот нормальная, там много страниц, знаешь, там твердая обложка. Я говорю, зачем? Человеку неудобно ее будет положить в карман. Она тяжелая. Она поставит на полку, она будет стоять. Зачем это надо? Ну да, подписанная маленькая книжечка, конечно, приятнее. Можно еще карман джинсов положить сзади. Да, конечно. И она легкая. Я вот, например, сейчас была книжная ярмарка, я ходила по ярмарке и смотрела. То есть я хочу вот эту книжку. Но я прям беру ее в руки, она тяжелая. Я не хочу тяжелую книжку. Обычно делают на Западе как вот хорошее издание в твердой обложке, а рядом чуть меньше покетбук. Ну раньше так делали. Вот я беру эти покетбуки всегда, потому что мне хочется, чтобы книга была легкая. Я помню, ты из точки сказок взяла тоже. Из точки ты взяла пару тоже сказочных книжек, кто-нибудь как раз в твердой это нашла. Да, да. Я в интернете не могу ничего слышать, я выключаю через секунду. Я там еще не слышу. Не знаю, а что новое. Что новое. Иногда присылают люди какие-нибудь. Вот послушаем, мы там записали. Ну, послушаешь. Покритикуешь или нет? Да, я чаще всего отмораживаю, говорю, там, я что-то не могу расслышать, там, что-то у меня там компьютер там не принимает. Ну это же понятно, что отмораживаешься. Тебе не стыдно? Ну, мне, да, ну, понимаешь, я не хочу связываться. Знаешь, напишешь, покритикуйте нас, скажите, что нам не хватает, бля. Ну, если вы сами чувствуете, что вам что-то не хватает, ну, значит, вам что-то не хватает, значит, работайте. А если вам всего хватает, то вы не будете спрашивать. Я не представляю себе, ну, например, там, не знаю, Летов кому-нибудь присылал и говорил, ой, покритикуйте меня, у меня тут все хорошо. Или, может быть, мне тут еще там сальцы добавить, или укропчику посыпать. Или даже гребенщиков. Когда человек, ну, или там, вообще, Джон Леван, да, когда человек уже знает, что он сделал ништяк, ему уже не надо ни у кого ничего спрашивать. Круто, струто. А они думают, что это какая-то, ну, вот как мастер и подмастерия, как какие-то, как какой-нибудь лист. Признала, оценила, значит, все узнают, потому что, ну, они, наверное, идентифицируют тебя с некой, знаешь, как бы музыкальной, знаешь, таким этим тюнером. Я уверена, что с людьми более известными это происходит в гораздо более страшных масштабах, что какая-нибудь Диана Арбенина или тоже гребенщиков получают в день десятки такого рода писем. Но, с другой стороны, поскольку этих писем десятки, у них уже там мозоли, они могут на это не реагировать. А я каждый раз нервничаю, как же так, а вдруг хороший человек, а послушаешь, думаешь, боже, какое дерьмо. И не сказать. И неловко говорить, а если я ошибу, а мало ли, у меня когда было 18 лет, я наверняка не писала хорошие песни, хотя стежки писала неплохие. А сохранились стежки? Конечно. У меня две книжки из стежков, у меня первая с 1978 года, а вторая уже до современности, где-то посередине они разбиты вот на две книжки. Поскольку я работаю с молодежью, общаюсь с ребятами, про музу, это вообще миф или это правда? Ну, это миф. Миф, да? Я не знаю, вот Ахматова, кстати, писала, что у него какая-то там муза. Я не знаю, я сразу поняла, когда была маленькая, что муза бывает только у мужчин. Вот. А откуда у женщины муза? Вот мой внук, например, Платоха, он написал, он вообще пишет стежки, всякое разное, другое, ему 12 лет. У него есть такую смешную стишетку. Ну, как там, что-то весна порхала бабочка за окнами, я музу ждал, что поднесет в парнас и весть. Но вместо муза муз явился чокнутый, привет, братан, поздравьте, что-то есть, ну и так далее. Это 12 лет? Из-за этого у меня тоже нет, я как-то сама. Я, моя голова и то, что туда преваливает. Вообще, я не настоящий поэт, я просто умею сочинять стишки. Ну, это похоже, что это правильно, это искреннее состояние, когда тебе просто нравится собирать их воедино, нежели как-то там... Мне то, что нравится, оно само так вот делается. Как это самое, тоже я стишок недавно сочинила. Вешеный усилит, а умер он от горлового кровотечения. И еще один поэт есть, очень мною уважаю. В общем, там стишок такой. Рак языков случился у поэта. Кровь горлом хлынула урок певца. Я не согласна, чтобы было это. Досматривать не стану до конца. Вы говорите на разрыв аорты с кошачьей головой во рту. Я мастер спорта. Просто мастер спорта. Я не согласна, что тратить в певцах. Я не согласна, что тратить в певцах. И никаких волшебных этих вот прозрений насчет муза, шмуза. Я примерно такой ожидал ответ, но тем не менее надо было спросить. Ну, конечно. Я категорически против романтизации вообще, какой бы то ни было. Я очень приветствую юмор, самоиронию. И когда начинается накручивание, ах, ах, я поэт. Знаешь, какая-нибудь девочка выйдет. Я поэт. Ну, где ты поэт? Ну, что это? Ну, ты пишешь стишки. Если у тебя хорошо получится, скажи спасибо. Не получится, иди в мой пол. Кашу приготовь. Еще, знаешь, тоже. Ну, там вот стишок, который я сейчас прочла. Там цитата Элина Мандельштама. А тут вот. Мне очень нравится. У Ахматовой есть такое двустишье. Нет. То есть, это стишок, да, это двустишье, это конец. Я научила женщин говорить, о боже, кто их замолчать заставит. А я сочинила, сейчас. Я научила женщин говорить, а лучше бы научила суп варить. Они теперь хотят царить и править. О боже, как их помолчать заставить. Мне кажется, ты его читала на точке, когда мы закончили делать музыку. Да, ты его, может быть, читала. Вопрос, который очень актуален, опять же, для молодых музыкантов, которые могут послушать, или людей. Ты говорила про, например, 20 концертов в 20 дней, да? То есть, совершенно безумные сроки. Вы получали предложение от каких-то там городов? Нет, нет, нет. То есть, от каких-то городов приходило предложение, что типа, а не хотите ли вы приехать к нам тоже? Но вообще, всю эту гастролю я выстраивала сама. У меня во всех городах были знакомые. Какие-то зацепки, и где ночевать, и если нужно, и где играть, и аппарат, и все. Я созванивалась, просто я вот выстраиваю зимний тур. Так происходило лет 10, наверное, если не 15. Этот самодельный русский рок-н-ролл был, на нем, возможно, было как-то мелко нажиться. И было несколько случаев, как приезжаешь там, они там сначала, ой, ты знаешь, надо отменить концерт. Очень мало билетов куплено заранее. Я говорю, ну там сколько? Ах, там 30. Я говорю, так это классно, я приезжаю. Ты приезжаешь, обнаруживаешь, что человек совершенно не готов к твоему приезду, он просто продал билеты, деньги себе забрал и хочет, значит, дальше как-то растусоваться, быстренько сказать мне там, я вот заплатил за аппарат, а я тут приезжаю такая, знаешь, красивая, еще из группы. И то есть несколько раз было так, что ты просто выставляешь свою компанию на входе, собираешь эти деньги за какие-то билеты или за вход, потом идешь к этому чуваку, говоришь, так, пойдем деньги считать за ручку, прям берешь, а ну пошли. Так, тебе сколько ты потратил на аппарат? Ну там он, допустим, по тем временам говорит, ах, там 100 баксов. Отсчитывай, на тебе 100 баксов, иди лесом. Все остальное наше, потому что это горе-промоутеры, вот эти, на местах. А народу в зале, ну, например, 300 человек, а мы прекрасно живем. А потом я стала вообще, я сказала, все, я буду делать только так, как мне хочется. Я делаю свободный вкус, хожу с пакетом, ты видел, как собираю деньги. Вот что дадите, то и хорошо. И получается лучше, свободнее, веселее и, в общем, прибыльнее. Я, собственно, боялась электричеством так же делать, а потом стала с электричеством так же. Я хочу свободный вход. И придет кто-нибудь, такой, ну чего, умка, всегда делает свободный вход. Раз, дал пять тысяч. Деньги уже, он уже окупил половину, ну, не половину, но, там, третью или четвертую часть всего. Вау. А кто-то мелкий там накидают. Ну, по возможностям, по возможностям. Нет, очень здоровский формат, на самом деле. Сейчас так редко происходит и редко получается, что сейчас все капитализм, и, как бы, молодые ребята, например, даже не знают, куда их возьмут. Ну, да. Ну, понимаешь, многие хотят вот из этого делать серьезное что-то. Вот как вот эти поэты. Ах, я поэт, я хочу, чтобы... Поэт это профессия, я хочу, чтобы вы мне за это платили. Ну, это смех. То есть, так же, ах, мы музыканты. Ну, музыканты, ну, давайте. Играйте. У нас же нет, на самом деле, этого капитализма. У нас же все это горе и злосчастье. То есть, ты считаешь, ты музыкант, иди играй? Иди играй, ну. В клубы, в бары, куда придется, где приглашают, на квартиры. Да. И поднимай понемножку свою вот эту, так скажем, как ты говоришь, друзей. Я просто не представляю себе, как иметь друзей в каждом городе России, фактически. То есть, это надо безумное количество твоей харизмы, достаточно рабочей. Ну, это нормально. Когда этим занимаешься 30 лет, и когда ты уже объехал 300 городов, там, я не знаю, то тогда все действует. Так сказать, по моим стопам. Талантливые, хорошие музыканты. Они устраивают себе вот такие самодельные пилы. То есть, это передано. Тогда, но я, опять же, я не наставник, это мне не интересно. Я, дай бог, с собой разобраться. Здорово. Здорово. Ну, мне кажется, я... Так приятно повидаться вообще, звони почаще. Хорошо. Я такой, без записи, просто по звони поболтать. Теперь у меня... А ты, это, по-прежнему, там, по секунду ходишь? Конечно, конечно, да. Молодец. Я чуть-чуть пропустил, схалявил этой зимой. В основном, конечно, надо все прекрасно. Зима холодная была. Да, да. Слушай, ну, это прекрасное просто интервью. Я тебе очень благодарен. И мы обязательно с тобой будем на связи. Я тебе буду тебе звонить просто, периодически, поинтересоваться без камеры и без цензуры. Такая цензура никакой нет. Снимайте это сам, мы уже карантин достали. Да, мы очень хотим. Мы очень хотим первым делом, когда узнаешь, что приезжаешь, обязательно приеду, и мы с тобой посидим, поболтаем в Вильнюсе. Все. Рад. Давай. Люблю, целую. Пока-пока. Висогяро. Висогяро. Икипосимати. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok